Бескорыстная помощь ближнему – редкая, но благородная миссия. К сожалению, именно такие акции особенно нуждаются в финансовой поддержке. Поэтому не зря говорил Конфуций, кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. И уже те, кто находится только на начальном этапе реализации своего благородного проекта, люди мужественные, а значит заслуживают уважения. Они согласились бороться, чтобы достичь особенной, нужной обществу цели. Сегодня такими проектами почему-то в большинстве занимаются представители религиозных конфессий. У нас религиозные организации в Брестской области достигли такого уровня, что могут сами оказывать помощь, скажем, государству, обществу и людям. Не только занимаются верующими, но и оказывают помощь вот и детям. Один из таких проектов представляет Пинская епархия. Основная цель, которую преследуют организаторы строительства Дома милосердия. Несмотря на то, что само здание пока лишь на бумаге, работа уже ведется самым активным образом. Уже сегодня здесь помогают бороться с алкоголизмом и наркоманией, дают психологическую поддержку и обучают правильному поведению матерей, чьи дети являются инвалидами, а также проводят беседы по проблеме абортов. На встрече с руководителем социального отдела епархии, священнослужителем Сергием Плотницким, журналистам удалось узнать, что работа будущего реабилитационного центра «Самаритянин» будет направлена на помощь мамам, чьи дети стали либо были врожденными инвалидами, а также людям, попавшим в кризисные психологические ситуации. Центр ставит перед собой задачу и обучение мам и родителей, как ухаживают за ребенком и молодым, и также обучение социальных работников с приходов, епархий. Если в Пинске проект пока в тщательной разработке, то благотворительный приют в агрогородке Святая Воля и Вацевичского района уже строится. Важно заметить, что частью строительных работ занимаются прихожане храма. Благотворительный приют будет существовать при храме «Воздвижение Креста Господня». На сегодняшний день мы уже сделали подвальное помещение в этой трапезной и перекрыли плитами перекрытия, слава богу, не так давно. Вот буквально сегодня мы уже эти плиты закончили сваривать между собой такими петлями. И сейчас идет вопрос о том, чтобы ввозить стройматериалы, из которых должна непосредственно строиться трапезная. Благотворительный приют рассчитан на 48 мест. Он примет тех, кто нуждается в помощи. Сегодня достраивается трапезная и ведутся отделочные работы в основном здании. Отец Николай надеется, что скоро их приют даст помощь многим нуждающимся, ведь самое страшное в жизни – это равнодушие чужой беде. Через милосердие нация становится душевной, ведь главное – захотеть подарить радость помощи другому. В этом уверены сотрудники Логишинского дома «Милосердие», идею создания которого поддержала община римско-католический приход святых Петра и Паула. Важно отметить, что здесь встречаются люди самых разных вероисповеданий. Руководство дома не обращает на это внимания. Здесь, в комнате отдыха, православная икона Божьей Матери Жировической соседствует с образом католической Мадонны. Это как бы поддержка этих старых людей, и духовность им здесь создана. И рабочие в связи с этим подбирались так, чтобы отдавать душу и духовность поддержку этим людям, чтобы они не ощущали, что они находятся брошены где-то и в одиночестве, а чтобы была одна семья, как бы сплоченность. У нас нет такого, что работник или же наши жильцы, бабушки, дедушки – это как бы два разных типа людей, как бы отдаленные. У нас все это общее, у нас здесь происходит так же. Разницы нет, у директора или бабушка с дедушкой. Здесь это все. Приоритетами своей работы Дом Милосердия считает помощь престарелым, а также детям-инвалидам. Но в большинстве здесь живут старики. 43 постояльца под пристальным вниманием 15 сотрудников социального обслуживания. Отношения между работниками и пожилыми людьми – самое теплое. Спрашивают у меня часто, не скучаю ли я, не скучно ли мне. А я говорю, это ко мне, а что не некуда скучать, когда же мне скучать-то. Тут не скучают люди, люди здесь занимаются. Лагерь «Жемчужинка» в Кобринском районе принимает летом детей из приютов и интернатов. Курирует проект «Евангельские христиане-баптисты». Здесь созданы все условия для отличного отдыха деток, попавших в беду. За сезон на отдыхе бывают около тысячи ребят. Также при лагере существует центр, где заботятся о стариках, которые вследствие жизненных ситуаций остались одни. Вероисповедание здесь не имеет значения. Главное, по словам руководства, чтобы человек уважал то, что для него делается. В перспективе откроют свои двери для нуждающихся одиноких женщин и скит Свято-Рождество Богородицкого женского монастыря. Это тихое место на хуторе Вежное Пружанского района не может не воодушевить и не направить на путь истины. Умиротворяющая природа и чистейшая вода источника наводит на хорошие мысли и помогает задуматься о вечном. Игумения Александра рассказывает, что приехал скит сюда не случайно. Хутор вымирал, а церковь оставалась бесхозной. Сегодня здесь существует иконописная, подшивная, а все кельи одноместные. Пока много человек скит принять не может. Зато тех, кто желает уединиться и помочь работами, здесь примут с удовольствием. Сестер здесь 10 человек у нас живет. А приезжих, ну они приезжают, кто-то на несколько дней, кто-то на недельку. Несколько человек сейчас есть тут, работают. Девочки молодые тоже трудятся. Чем занимаются? Ну сейчас какая работа? Уборка на огородах. Сегодня собирали там укроп, собирали фасоль, убирали. Где-то уборки, где-то на кухне, поскольку у нас рабочие. Покормить надо, убрать надо, накрыть надо, помыть надо. Все надо. Нет более высокого пути, нежели путь милосердия. И пройти по этому пути может лишь смиренный икруткий. Все те люди, с которыми общалась автором всего материала, не ждут громких и хвалебных от. Они трудятся день и ночь бескорыстно, только для того, чтобы принести радость жизни другим. Ведь милосердия чрезмерным не бывает.